Маш, а Маш, тут мало того, что тебя тарантулом обозвали, еще говорят, что я тебя мучаю. Ну, я надеюсь, что вы ребенок, поэтому можно простить ваши заблуждения, потому что если вы взрослый, то отсутствие знаний надо же как-то устранять. Даже и близко не тарантул, это Васеодора Парахибана, паук-птицеед. Да, живущий в Бразилии, если про дикую природу. Вообще их разводят дома. Я вот покупала ее 4 года назад за 1500 рублей. Сейчас у меня в продаже малыши Васеодора Парахибана, 250 рублей малявочки и старше. И это совсем разные виды, никакого отношения к тарантулам не имеющие. Да, займитесь самообразованием. Это надыбайте тарантула такого размера, ну, вам Нобелевскую премию точно дадут. Васеодора Парахибана еще называется лошадиным пауком птицеедов. Одни из самых крупных на данной планете. Я не в курсе, с какой вы, собственно, а я вот с земли. Без штатива, поэтому придется мне руки менять, чтобы ее не уронить. Потому что жопа у нас вот такая большая, мохнатая и может разбиться. Так что, да, я понимаю, что не обязаны все знать, что это не тарантул. Ну, можно же хотя бы заниматься самообразованием. И я ее не мучаю, это мой питомец, причем очень любимый. И она еще будет расти. Живет такой питомец 25 лет самочке, растет всю жизнь. В продаже есть малыши, да, намного меньше размером. Ну, тоже вырастут. Какие проблемы-то? Все, покажи. Так что, нифига, это не тарантул. Даже если вам очень сильно захочется. Это Васеодора Парахибана. Паук-птицеед. Привет всем поклонникам Машеньки. А тем, кто еще не в курсе, кто это, ой, копа перевесила, тот займитесь самообразованием. Еще раз повторяю, это не тарантул. И близко не похоже. Тарантулы, кстати, это волчий паук, они намного меньше. Есть вот такие малявочки, но они тоже нифига не похожи на тарантул. Даже близко. Так что, кому надо, обращайтесь. Васеодора Парахибана. И никто их не мучает. Видимо, для вас это новшество, да? Вы не в курсе, что паук-птицееды, это разводные домашние питомцы. Их разводят в домашних условиях. Да, они ловят из Бразилии и не везут потом куда-то еще. Кто из Бразилии не везет, это домашние питомцы. Да, при правильном обращении, то есть они не кусаются. Кто у меня приобретает, рассказываю, как пользоваться такими малышами, как знать поведение, чтобы не провоцировать укусы. Так что, вот так вот. А вам как бы советую погуглить. В 100 тысячный раз повторяю, называется вид Васеодора Парахибана. Пошел я еще, вот видите, гадюку мучаю. Да, вот такую полтора метровую гадюку мучаю. Гадюку мучаю. А также ящерицу в огороде, блин, на ловивой тоже мучаю. Да, да, да. Ну, займитесь самообразованием, чтобы не выглядеть глупыми. Оно обычно помогает. Слышите, мать? Это я его мучаю. Вот я, собственно, по соседям на шкребла тараканов, забуровала их в контейнеры, тоже мучаю. Да, да, да. Вот таких вот больших наловила по соседям. Да, и теперь вот мучаю их. Вот мучаю, видите, мучаю. Овсянкой в основном. Овсянка в основном. Овсянка в основном. Овсянка в основном.